Мы начинаем встречу руководителей Щелковского муниципального района, жителям Щелковского района. Встречи, так и сразу хочу сказать, будут регулярными. Они будут проводиться как на территории города Щелково, так и в наших городских и сельских поселениях. Проходить они будут регулярно. Поэтому вопросы, которые сегодня, может быть, не успеем мы обсудить, рассмотреть и ответить на них. Возможно, будет это сделать как в письменном виде. Вы все приходили в зал, получали формы, которые можно заполнить, оставить свою контактную информацию и опустить. Либо передать секретаря, либо опустить в ящик около форума зал. Перед тем, как выгласить на сцену наших участников встречи, мы хотели бы показать вам небольшой видеофильм о тех событиях в Щелковском районе, которые произошли в течение 2015 года. Прошу внимания на экраны. В 2015 году в Щелковском муниципальном районе активно выполнялись задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым по стабилизации политической и экономической ситуации, развитию района с использованием современной модели управления. В районе функционирует около 6000 предприятий малого и среднего бизнеса. Только за 9 месяцев этого года количество зарегистрированных предприятий удалось увеличить на 7% по сравнению с прошлым годом. Продолжают успешно работать ведущие предприятия Щелково-Аграхим, Щелково-Хлеб, Мултон, Щелковский биокомбинат и ряд других. Развивается сельское хозяйство. Так, отечественные производители, фермерское хозяйство «Псарьки» и молочная ферма «Новая Литвинова» обеспечивают качественными продуктами жителей района. Свежая продукция поступает на прилавки магазинов. Реализуются два крупных инвестиционных проекта. Идет проектирование завода по производству космических аппаратов компании «Газпром Космические системы». Сдать в эксплуатацию в следующем году планируется новый производственный корпус завода «Валента Фармацевтика», который будет оснащен современным оборудованием. Щелковский район вошел в десятку лучших по результатам рейтинга среди 70 муниципальных образований Подмосковья по наличию условий для предпринимательской деятельности. Грамотная экономическая политика позволяет направлять средства на развитие территорий, решение социально-экономических задач муниципального образования, повышение качества жизни населения. В 2015 году завершена работа по объединению администрации Щелковского муниципального района и городского поселения Щелково, а также выполнен комплекс мер по консолидации бюджетов. Оптимизация управленческого аппарата позволила сэкономить более 100 миллионов рублей и ликвидировать дублирующие функции двух администраций. В следующем году экономия бюджетных средств на содержание управленческого аппарата составит уже более 200 миллионов рублей. В 2015 году властям Щелковского района удалось выстроить эффективный диалог с жителями, создать оперативную систему обратной связи. Проблемы решаются с помощью постоянно действующей телефонной горячей линии, информационного портала «Открытый муниципалитет», областного портала «Добродел», а также активности средств массовой информации, взаимодействия руководства района с инициативными группами в социальных сетях. В 2015 году за счет средств муниципального бюджета и областных субсидий в целом было отремонтировано более 100 километров дорог разной принадлежности. Наиболее заметны изменения на улице Центральная, которой уделено повышенное внимание в связи с многочисленными жалобами щелковчан на горячую линию. Стоит отметить и расширение дороги у перекрестка на улицах Первомайская и Советская. Вопрос начал обсуждаться около 10 лет назад, и, наконец, в 2015-м автовладельцы получили возможность свободно передвигаться по этому участку пути. Также была проведена замена дорожного полотна на улицах Свирская, Беляева, Институтская и других. На привокзальной площади у платформы «Воронок» изменена схема организации движения. Ранее в часы пик посадка и высадка пассажиров затрудняли движение автомобилей. В 2015-м году там построены заездные карманы для автобусов большой вместимости. Упорядочению движения и, конечно, безопасности людей поспособствовала установка светофоров, заграждений и нанесение новой разметки, в том числе на пешеходных переходах. Изменения произошли на улицах Талтинская, Фрунзе, Свирская. Это существенно снизило количество ДТП на территории района почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжилось строительство второй очереди Чкаловской эстакады. Открытие первой полосы состоялось в конце 2014 года, что уже позволило водителям забыть о пробках на железнодорожном переезде. Полная сдача объекта на подходе. Чкаловский путепровод станет частью новой дорожно-транспортной схемы в северо-восточной части Подмосковья. Большие усилия направляет районная администрация на организацию грамотной дорожно-транспортной логистики. Первостепенной задачей здесь является строительство нового автомобильного моста через Клиазьму. Власти района обратились к губернатору Московской области, и он дал указание включить проектирование важнейшего для нас дорожного объекта в бюджет 2016 года. Новый мост планируется построить в продолжение улицы Фабричной. Одним из важных направлений работы по стабилизации социальной ситуации в 2015 году стало обеспечение граждан комфортными жилищными условиями. По указанию губернатора на улице Краснознаменской строится жилой дом, в который планируется переселить более 300 семей из аварийного жилья. Прежде всего это касается жителей Ветхого дома номер 19 по Первому советскому переулку, в народе известного как казарма. Переезда жителей ждут много лет. В 2016 году планируется расселить 203 семьи, проживающие в домах микрорайона Соболевка, улица Новая фабрика. Также одна из важных задач, поставленных губернатором региона – сокращение очередей в детские сады и ликвидация второй смены в школах. Для решения задачи в начале 2015 года в Щелковском районе были открыты три детских сада и планируется ввести в эксплуатацию еще три. В перспективе планируется строительство еще четырех дошкольных учреждений. 1 сентября этого года открыли в своей двери два новых учреждения образования. Торжественную линейку в школе номер 17 микрорайона Богородский посетили особые гости. С Днем Знания ребят поздравили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Руководитель региона отметил, что это образовательное учреждение отвечает всем современным стандартам обучения и является одним из лучших в области. Открылась 1 сентября и Свердловская школа номер 2. Здесь также имеется все необходимое для обучения и творческого развития. В общей сложности две школы рассчитаны на 2300 мест. Благодаря активной позиции администрации Щелковского района в будущем году по государственной программе Московской области образования начнется строительство школы в микрорайоне Солнечной города Щелково и пристройки к школе в сельском поселении Медвежье-Озерское. Большим достижением, пожалуй, для всей Московской области стало открытие детского оздоровительного лагеря «Юнармейц». Почти четыре года эта площадь не видела торжественных линеек. Вот так учреждение выглядело еще несколько месяцев назад. Капитального ремонта требовали главные здания клуба-столовой и все три жилых корпуса. Работы начались в феврале 2015-го. В короткие сроки реализовать проект помогли слаженная работа властей района, общественности и социально-ответственного бизнеса. В год своего 30-летия учреждение приняло первых воспитанников. За три летние смены в «Юнармейце» отдохнули почти 600 ребят. Реконструкция лагеря позволила сделать его круглогодичным, так что жизнь здесь не замирает ни на минуту. Подобного учреждения в Щелковском районе раньше не было. Еще два важных социальных объекта готовы к сдаче в эксплуатацию. Физкультурно-оздоровительные комплексы. Один с ледовым катком. Работы по возведению уже завершены. Осталось только приобрести специальную технику. Второй ФОК с универсальным залом и залом для единоборств на Дальнем Воронке готов на 80%. На объекте ведутся отделочные работы. Весной 2015 в Щелковском районе начал работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по приему, регистрации и выдаче документов. Принцип одного окна сразу зарекомендовал себя как максимально удобный, с минимальной затратой времени. Здесь оказывают около 200 услуг от оформления документов для материнского капитала до перепланировки квартиры. Для удобства жителей при ремонте улицы была предусмотрена автобусная остановка вблизи учреждения. В 2015 продолжилась одна из самых масштабных строек в Щелковском районе. Перинатальный центр – объект особого внимания губернатора региона, который возводится по программе «Наша Подмосковья». Строительство началось весной прошлого года. В 2015 был проделан огромный пласт работ, и сегодня объект практически готов к внутренней отделке. Сдача запланирована на весну будущего года. В 2015 году в Щелковском районе активно велась работа по благоустройству территории. Так, настоящим подарком жителям к 90-летию города Щелково и дню Щелковского муниципального района стало открытие после реконструкции площади Ленина. Она стала одним из элементов будущей пешеходной зоны, запланированной от набережной по улице Парковой до Дворца культуры. Заметные для жителей события 2015 года – налаживание пешеходной переправы через реку Клязьму. Весной был заново построен и открыт пешеходный мостик, известный в народе как Технотканский. Напомним, восстановлением разрушенной временем и демонтированной несколько лет назад переправы по просьбе районной администрации занимались щелковские предприниматели. Кроме самого моста были восстановлены пешеходные дорожки, ограждения и подходы к нему. Около двух лет жаловались жители города на то, что по инициативе собственника был закрыт на реконструкцию главный пешеходный мост через Клязьму, так называемый Старый, соединяющий центр Щелково с микрорайоном Заречный. Построенный рядом с ним понтонный мост Дублер никого не устраивал, по каменным ступенькам было трудно ходить, особенно пожилым людям и мамам с колясками. И вот администрации Щелковского района удалось решить вопрос, чтобы Старый мост открыли для перехода через Клязьму. Важное место в плане администрации заняла работа по комплексному благоустройству территории. В октябре 2015 года в рамках программы губернатора «Наша Подмосковья» было завершено благоустройство 45 дворовых территорий. Современные детские площадки появились не только в городе Щелково. Например, новые игровые формы в поселке Клюквины Огудневского поселения включают элементы, обучающие правилам дорожного движения. Ребята смогут в игровой форме получить начальные навыки поведения на улице. Также в рамках программы по благоустройству внутри квартальных территорий была проведена большая работа, связанная с демонтажом гаражей ракушек. Всего с улиц города исчезли порядка 300 незаконно установленных конструкций. К сожалению, много лет не придавалось большого значения украшению городских улиц, причем не только в праздничные дни. Теперь жители Щелково не могли не заметить, как улицы заиграли новыми красками. Так в преддверии 2015 года город сиял новогодней иллюминацией, создавая жителям праздничное настроение. В год 70-летия Великой Победы власти отдали стены крупнейших объектов инфраструктуры в распоряжение уличных художников. Так в Щелково появились настоящие произведения стрит-арта, большие художественные панно, воспевающие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Положительные перемены произошли во многих городских и сельских поселениях Щелковского района. Во многом развитию социальной, культурной и экономической сфер в поселениях поспособствовало налаженное взаимодействие районных властей и руководителей поселений. Так в сельском поселении Медвежье-Озерское открылось пожарное депо. В зоне покрытия ряд социальных объектов, включая Алмазовскую детскую коррекционную школу, обширный лесной массив и более 60 садовых товариществ. Также в Медвежках прошла реконструкция местного дома культуры. Были отремонтированы помещения, актовый зал, полностью заменены сантехникой и коммуникацией. В деревне Аксеньяно Огневского поселения начал работу новый дом культуры. Около 15 лет назад деревенский клуб сгорел, досуг было проводить негде. В 2015-м удалось построить новые учреждения культуры на привычном жителям месте. В поселке Клюковиной в 2015-м году началось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Учреждения предусмотрены как кабинеты для приема пациентов, так и все необходимое для проживания медперсонала – кухню, санузел, несколько жилых комнат. ФАП – это в некотором смысле скорая помощь села. Медицинский работник сможет оказать как профессиональную помощь, так и любую другую необходимую поддержку, особенно пожилым людям, которым зачастую трудно ездить в больницы, расположенные далеко от их дома. В уходящем году было сделано многое, но еще больше предстоит сделать. Ставятся новые цели и задачи для развития и процветания города Щелково и Щелковского района. И все без исключения меры, направленные на создание комфортной среды и повышение качества жизни населения. Я хотел бы пригласить наших участников встречи на сцену. Заместитель председателя правительства Московской области Петра Валерьевича Иванова. Главу Щелковского муниципального района Надежда Владимировна Сорбцева. Выпадитель администрации Щелковского муниципального района Алексея Васильевича Лаврова. Щелковского городского прокурора, маршала советника юстиции Сергея Георгиевича Рогитянского. Начальник по межмуниципальному управлению Надежда России Щелковского полковника полиции Рябова Дмитрия Николаевича. Начальник управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владислава Александровича Берзонова. Уважаемые участники встречи, я хотел бы предоставить возможность выступить с приветственным словом заместитель председателя правительства Московской области Петра Валерьевича Иванова. Добрый день, здравствуйте, уважаемые жители Щелковского района. Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы проводим встречу с жителями. В семи принципах губернатора один из основных – это чутка власти. Живем там, где работаем, ходим по земле, общаемся с людьми, чувствуем их проблемы, вступаем в прямой открытый диалог, обсуждаем то, что действительно актуально для каждого района, для каждого города, каждого двора и каждого подъезда. Независимо от той сферы, которой занимаемся мы в рабочее время, я в основном занимаюсь дорожным транспортным комплексом Московской области, мы хотим отвечать на все вопросы, которые возникают. Все заместители Адрея Юрьевича Воробьева раз в месяц участвуют на таких встречах в районах. В конце ноября, начало декабря, прошло уже 35 встреч руководителей районов с участием членов правительства Московской области по поручению губернатора с жителями. И те вопросы, которые обсуждаются, они касаются абсолютно всех сфер жизнедеятельности, от ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, любые вопросы, на которые отвечают глава района, его заместители и представители правительства Московской области. Я хотел бы назвать несколько цифр и зачитать, что сделано в рамках губернаторской программы нашей Московской области. За три года отремонтировано 4563 километров дорог, из них 1380 в текущем году. За два года построено 342 новых пешеходных переходов, из них 153-015. 199 тротуаров отремонтировано, более 90 в 15-м году. Создано 1675 новых детских площадок в 999-м в 2015-м году. Обустроено 1831 двор. За три года 14650 человек переседлено в новые квартиры, из них 13475 в 2015-м году. Вы знаете, что ветхое аварийное жилье в ЖКХ также является достаточно большой проблемой, и более 100 тысяч ветхого жилья, и 17 тысяч аварийного на сегодняшний день еще осталось. За три года открыто 315 домов детских садов, из них более 100 в 2015-м году. Построено 63 нового школа, из них 23 в 2015-м году. За три года капитально отремонтировано 120 больниц и поликлиник в 70 в 2015-м году. Открыто 79 многофункциональных центров в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 22 за 2012 год. Вопрос открытия многофункциональных центров – одна из приоритетных задач правительства Московской области. И сегодня в фильме, который уже был представлен, также вы видели о том многофункциональном центре, который будет в Челковском районе. Это действительно удобно, потому что позволяет в одном месте сконцентрировать предоставление всех государственных услуг, избежать почти денег, избежать того, создать возможность предоставления документов по принципу одного окна и сделать эту процедуру действительно быстрой, удобной и понятной. И те отзывы, которые мы получаем сегодня от жителей Подмосковья, говорят, что стратегия в этом направлении группы выбрана правильно, и многофункциональные центры действительно являются востребованы. В 2014 году крупнейший областной пассажирский поливочек МОСТ «Хонсарта» получил 455 новых автобусов «ЛиАЗ», в том числе 427 в этом году и до конца 2016 года будет поставлено еще 760 автобусов. Это уникальная треплетняя программа, которая позволила за три года обеспечить не только поставку нового подвижного состава 1615 новых автобусов, приобретаясь за три года для МОСТ «Хонсарта», но и обеспечить рабочими местами завод, который находится на территории Московской области, в Лиге-Кулеве, и производится все эти автобусы на территории Подмосковья. За 11 месяцев 2015 года на федеральных и региональных и муниципальных дорогах обеспечено снижение смертности от ДТП. Это один из основных показателей указа президента. И за прошлый год на дорогах под Москвой погибло 1689 человек. Слушайте свою цифру, она действительно огромна. По состоянию на сегодняшний день, а мы единственным контролируем вопрос снижения смертности от ДТП, удалось сократить этот показатель на 18%. Что такое 18%? Это 280 жизней. То есть на 280 человек, по сравнению с прошлым годом, меньше погибло в ДТП. И это результат работы на каждой территории. Фактически глава каждого района формировала дорожную карту по обеспечению снижения аварийности на региональных и муниципальных и федеральных дорогах. И эта работа сегодня принесла существенный результат. Здесь несколько ключевых перспективных проектов, которые будут реализовываться на территории Лучокского района. В первую очередь, это, конечно, тот мост через Клязьму в районе Фабричной и Заречной улицы, о котором тоже речи славы. Мы сегодня с Алексеем Васильевичем, с его сместителями проектов на место прошли ногами, посмотрели тот участок, который предполагается под строительством моста. И как мы видим это из анализа дорожной транспортной обстановки, как мы видим это из общения с жителями. Мы рассчитываем, что к апрелю проектно-сметная документация будет готова. И по прошествии экспертизы будет проведена конкурентная процедура для того, чтобы построить этот мост и снять напряжение фактически с единственной артерии, единственного моста в городе Щелково, который позволит существенно и разгрузить улично-дорожную сеть, и даст новый рывок экономическому развитию всего района. Строительство автомобильной дороги «Западный обход» Щелково – это другой большой проект. Проект планировки по этому объекту был подготовлен в этом году, утвержден правительством Московской области, и мы рассчитываем на получение федерального финансирования, на обеспечение реализации этого проекта. Что касается дублера Щелковского шоссе, что также важный очень объект для Щелковского района, потому что сегодня, хоть и с сожалением, но мы констатируем, что ежедневно 16 тысяч человек из Щелковского района выезжают на работу в Москву. Это очень много, большинство из них пользуются Щелковским шоссе. Конечно, основная задача правительства Московской области, администрации района – это создать рабочие места, чтобы предоставить возможность здесь, на территории, работать, платить налоги, не исключить эту маятниковую миграцию ежедневную, но, тем не менее, вопрос строительства дублера Щелковского шоссе стоит. Сейчас основная проблема была изъятие земель Лосиного острова. Все материалы по изъятию этих 32 гектаров для строительства дублера Щелковского шоссе направлены сегодня в правительство Российской Федерации, и по получению решения фактически уже начнется разработка проектной документации. Федеральное дорожное агентство предусмотрело строительство этого дублера, и после решения земельно-правовых вопросов мы рассчитываем, что это строительство начнется. Я хочу сказать, что у губернатора этот вопрос находится на личном контроле, и несколько совещаний с участием Андрея Юрьевича проходило в правительстве Российской Федерации, поэтому мы уверены, что этот вопрос наконец двинется с мертвой точки. 9 декабря наконец откроется вторая очередь Чкаловского путепровода. Это важный объект для района, значимый. Мы также видели сегодня в фильме информацию об этом. В рамках поручения губернатора у платформы Чкаловской построена перехватывающая парковка. Мы рассчитываем, что в 2016 году договоримся с федералами о возможности ее заасфальтировать, и это также создаст удобные транспортно-пересадочные связи и возможность, соответственно, добираться на железнодорожном транспорте. Отдельно хотел сказать о такой программе, как Добродел. Поднимите руку, кто пользуется программой Добродел? Есть такие в зале? Ну, я представителям Остадора прошу руки не поднимать, а вот из жителей 3-4, но совсем немного. Коллеги, в любой мобильный телефон загружается приложение, которое называется Добродел. Это приложение создано для того, вот простая картинка, улыбающаяся, в которую вы удобно сможете внести любые предложения и любую информацию, касающуюся того, что касается непосредственно вашего района, вашей улицы, вашего двора. Вы можете выбрать, какую проблему, соответственно, изложить. Можете посмотреть все проблемы, которые касаются непосредственно Щелковского района, которые беспокоят тех, кто живет у вас рядом в соседнем дворе. Мы каждую оперативку у губернатора смотрим, какое количество обращений поступило в это приложение и как на них реагируют органы исполнительной власти. И требуем это не только от министерств и ведомств правительства Московской области, требуем это от каждого главы района, поселения, их заместителей и тех, кто на месте, должен решать эти простые проблемы. Те, у кого есть это приложение, поделитесь со своими соседями информацией, посмотрите. Это действительно удобно и это позволяет вам видеть, какие проблемы решаются рядом, прикрепить фотографию. И это дает нам возможность понять, что действительно важно для каждого из вас. Потому что мы можем свое видение того, как решать проблемы в районе иметь. А нам важно ваше мнение о том, что является приоритетным для вашего района, для вашего двора. Мы ходили сегодня по дворам, заходили во дворы, разговаривали с людьми. Мы видим, что изменения в районе происходят. Хотели бы услышать ваше мнение. Потому что решение каждой проблемы – это фактически шаг вперед, который открывает нам глаза на новую проблему. Потому что как только у вас будет сделана дорога, вы скажете, дорога здорово, давайте сделаем тротуар. Будет сделан тротуар, скажете, давайте сделаем озеленение. И это будет новый уровень решения проблем, которые мы должны чувствовать и понимать. Поэтому приглашаю вас к диалогу, приглашаю вас к открытой беседе. Нам важно ваше мнение. И надеюсь, что я, Алексей Васильевич, его команда сможем ответить на те вопросы, которые вас беспокоят. А в будущем, соответственно, принять решение, которое позволит сделать жизнь в Щелковском районе лучше и комфортнее. Спасибо. Спасибо, Петр Валерьевич. Перед тем, как перейти к прямому диалогу и заслушивать ваши вопросы, я хотел бы возможность для выступления предоставить главе Щелковского района Надежде Владимировне Суровцевой. Пожалуйста. Дорогие земляки, ну, наверное, о деятельности исполнительной власти лучше расскажет Алексей Васильевич. А я хочу немножечко тоже подвести определенные итоги. Действительно, 14 сентября прошлого года у нас практически во всех поселениях были выборы представительные органы власти. То есть в Советы депутатов. И Совет депутатов Щелковского района, он отработал год в том составе, в котором вы свое волеизъявление выразили. И, так сказать, выбрали тех кандидатов, которые вошли в Совет. И Совет за это время сделал очень много в рамках нормативно-правоотворческой деятельности. Вы знаете, что были внесены изменения в устав, поскольку только за год, ну, смотрели, да, сейчас и фильм, у нас изменилась, ну, сама, будем так говорить, структура управления городом и районом. Сейчас районная администрация исполняет функции не только администрации городского поселения Щелково, но и администрации Щелковского муниципального района. Работает с двумя Советами депутатов, с двумя бюджетами. Для этого необходимо было провести достаточно большую работу. Были внесены изменения в 131-й закон и, естественно, конечно, были заключены соглашения с поселением по исполнению тех или иных полномочий. Была изменена структура администрации в соответствии с действующим временем. Прошло сокращение, что всегда очень больно, сокращение аппарата администрации городского поселения Щелково, части аппарата администрации Щелковского муниципального района. Были приняты и много других решений. Кроме этого, депутаты ежедневно занимались контрольной деятельностью. Если вы наблюдаете в средствах массовой информации, мы постоянно выезжаем и контролируем проведение тех мероприятий, которые осуществляет исполнительная власть. Вот сейчас Петр Валерьевич уделил большое внимание тому, что это все идет комплексно и программно по всей Московской области. И у нас в Щелковском районе. Мы выезжали и проверяли благоустройство территорий. Как сделаны, качественно или нет, площадки, детские площадки, внутридворовые территории не только в городе Щелково, но и в других поселениях Щелковского муниципального района. Это Аниськино, Фрязино, Двежие озера, Монино и так далее. Практически во всех поселениях эта работа ведется, ведется комплексно и качественно. Мы проверяли подготовку жилого фонда к отопительному периоду, смотрели, насколько качественно или некачественно проводится эта подготовка управляющими компаниями. Мы рассматривали вопросы получения нашими жителями социальных скидок в сетях, в торговых сетях, с которыми было заключено соглашение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Мы рассматривали те мероприятия, которые реализовывались в рамках программ, утвержденных в Щелковском муниципальном районе. Особой зоной, повышенной зоной внимания, конечно, у депутатов стало строительство социальных объектов. И нужно сказать по всем поселениям, у нас есть депутаты, которые закреплены и независимо от исполнительной власти постоянно формируют свою картинку строительства этих объектов, насколько качественно, в сроке выполняется это строительство. Кроме этого, для того, чтобы знать проблемы на всех этих выездных мероприятиях и просто на встречах с населением, мы постоянно спрашиваем ваше мнение о тех или иных преобразованиях. Мы посещаем предприятия Щелковского района. Вы знаете, что у нас достаточно крупный кластер мебельных предприятий. Разговаривая с руководством данных предприятий промышленных, представителей малого и среднего бизнеса, мы говорим о том, какие проблемы возникают для того, чтобы вместе с исполнительной властью выстроить стратегию развития Щелковского муниципального района. Естественно, что одной и самой главной задачей в нашей работе является реализация наказов жителей. На данный момент практически все наказы, которые были даны вами, уважаемые жители, в рамках предвыборной кампании 2011 года, предвыборной кампании 2012 и 2013 года, я говорю, различные уровни вот этих вот выборных кампаний, мы все эти наказы посмотрели. И сейчас, вот я сама сидя здесь в первом ряду, наблюдая вот этот фильм, увидела, что большинство наказов, они реализуются. Есть, конечно, наказы, которые остались еще пока, на данный момент, ну, без реализации. Но дело в том, что они тоже стоят в планах и программах. Жители Щелковского района давно обращались во все уровни власти о том, что нужен был новый роддом. И вы знаете, что перинатальный центр, он уже на стадии, как Ильбет Валерьев сказал, у нас реализации и должен быть пущен в эксплуатацию в 2016 году, и будет пущен в эксплуатацию в 2016 году. Жители неоднократно ставили вопрос о строительстве моста. И вы видите, этот вопрос решается. В рамках социальной сферы неоднократно жители говорили, что не хватает объектов для того, чтобы заниматься спортом. Только в городе Щелково два объекта, которые будут введены в эксплуатацию. Решается проблема с обеспечением местами дошкольных образовательных учреждений. Такое количество учреждений, которые остаются в эксплуатацию в последние три года, этого мы не наблюдали уже давно. Стояла проблема по строительству школы в микрорайоне Солнечной и строительству пристройки к школе в Медвежьих озерах, поселении сельском Медвежьоозерском. И этот вопрос тоже самое решился. То есть эти два объекта, поставленные в программу Московской области, будут реализованы на территории Щелковского муниципального района. А это говорит о том, что власть не просто открыта для диалога, но власть слушает и слышит то, что говорят ей жители. И поверьте мне, на каждом уровне, на исполнительном уровне власти, на представительном уровне власти, мы стараемся приложить все усилия для того, чтобы сделать нашу с вами жизнь лучше. Для того, чтобы вы проживали в благоприятной среде. Ну вот я живу на той же самой земле, хожу по тем же самым дорогам. Когда я вижу этот фильм, я реально вижу, что на Чкаловской действительно комплексно были в этом году заасфальтированы дороги. Мы проехали и посмотрели те площадки, которые были сделаны. И качество этих площадок, оно действительно на порядок выше тех, которые, я имею в виду, спортивные, детские площадки. Вы знаете, что у нас в городском поселении Мунино была тоже самая большая проблема с такими объектами. Сейчас по линии Министерства жилищно-коммунального комплекса две великолепные площадки построены. Но не только город Щелково, я хочу обратить внимание, но и поселение. Ведь каждый из вас практически принимал участие в мероприятиях, посвященных 9 мая. Все главы поселений настолько активно приняли участие, что, допустим, в Афряново, когда мы приехали, посмотрели обновленную, я бы даже так сказала, такую аллею своеобразную славы, боевой славы, великолепный памятник, восстановленный благодаря действиям администрации. Это, ну, многого стоит. Это, поверьте мне, большая работа, бессонные ночи и работа именно для вас, уважаемые жители. Конечно, вопросов много. Вопросы поступают. Сейчас практически все депутаты зарегистрированы во всех социальных сетях. Я тоже. Я отвечаю на ваши вопросы. И нам хочется, вы также регистрируетесь в Добродел, нам хочется сразу увидеть решение наших проблем. Есть проблемы, которые можно решить в течение дня, есть, которые в течение недели, месяца, есть, которые требуют более длительного срока решения. Но самое главное, что мы совместно будем работать по тому, чтобы решать в существующем нашем районе проблемы. Но успех, успех в любом деле возможен только, когда эта работа согласована. И работа ведется, ну, при взаимопомощи. Ну, как говорят у нас, один в поле не воин. Поэтому для того, чтобы жизнь в нашем районе была лучше, чтобы она изменилась, нам всем нужно принимать активное участие. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на этот открытый диалог. Но если будут вопросы, я готов на них ответить. Спасибо. Мне так же хотел бы слово предоставить руководителю администрации Щелковского муниципального района Алексею Васильевичу Валову. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Спасибо за то, что пришли. Спасибо, что глаза в глаза мы можем поговорить. Не только о наших достижениях, которые вы видели в фильме, то, что Петр Валерьевич рассказывал, и уважаемая Надежда Владимировна. Много сделали. И сделали мы все вместе. Неважно, кто одобрял, кто критиковал. Это нормальная работа. Это нормальное отношение друг с другом. Это нормальный формат состояния гражданского общества. Когда тот одобряет, тот критикует. Для нас это принимается к работе. Что бы мне хотелось на чем остановиться? Мне хотелось бы остановиться на том, что... Потому что это наш общий успех. То, что мы сделали, это наш общий успех. А то, что конкретно я не доработал, это две проблемы. Даже три. Сейчас я вам расскажу. Первая проблема – это снос и расселение ветхого аварийного жилья. У нас в районе 121 тысячи квадратных метров ветхого жилья. И 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Вот эту работу мы начали буквально с колес. Вот только приступили к работе, увидели то состояние, в котором живут люди и приняли решение к формированию программ. Сформировали программу, сформировали технические задания, сформировали все документы, чтобы выйти на аукцион по заключению договоров о развитии застройной территории. Мы эту работу провели. Осечка. СУ-155, к сожалению, вы знаете, стадия банкротства отступила назад. И компания, которая работала с иностранным капиталом, не смогла дальше продолжать строительство. Плюс еще пыталась всеми фибрами своей души не отдать то жилье, которое положено нам по ранее застроенным домам. Мы вступили в непростое правовое противостояние. Для того, чтобы СУ-155 ушло безболезненно с территории, а Олимпстрой, Олимпгарант и Олимпальянс передало свою долю кому-то через суды. Олимпстрой, Олимпальянс, Олимпгарант, к сожалению, пока еще находятся на территории. Но в любом случае мы эту работу выполним. Или они построят и переселят, или они уйдут. По СУ-155 получилось. Появилась компания, которая зашла на эту территорию. На данный момент произошла переуступка прав. И мы готовы к тому, что эта работа пойдет. Сейчас все документы лежат на МВК области. После прохождения МВК проекта планировать территорию, соответственно, вновь на городсовет. Я уверен, в следующем году работа начнется. Может быть, в конце этого года эти документы будут оформлены соответствующим образом. По новой фабрике, ну, 15 инвесторов приходило. Новая фабрика 4, вы знаете, 4, 7, там ведь дома. Все отказались. По одной простой причине, надо было выкупать права по инвестконтракту. Ладно, пришел, поговорили, Григорий Валерьевич, Агикян. Давай. Сам надел сапоги, прошел, сказал, берусь. На данный момент, в той же самой ситуации, находит встанье разрешение. Осталось буквально ему заплатить деньги, которые по аукционной приступке права инвестконтракта он заплатит. И на эту территорию выходит то же самое застройщик. Вот я просто рассказываю, исходя из того, что на первом советском переулке, 19, у нас произошло обрушение балки. До такой степени был изношен фонд этих аварийных и ветхих домов. И вот эта работа, ранняя работа, которая проводилась между администрацией района и администрацией города, не позволила войти в федеральную программу. Разобщенность в этой работе. И вот все приходилось начинать сначала. Вторая проблема, которая на данный момент, да, во-первых, в Советском переулке, 19 закончу. То есть губернатор приехал, говорит, я зайду, пойдемте, Андрей Юрьевич, посмотри. Зашел губернатор, сказал, так жить нельзя. Я говорю, так точно, Андрей Юрьевич, так жить нельзя. Надо жить по-другому, 21 век. Губернатор принимает решение, при комфорт, заходит и сейчас приступил к строительству дома. На Краснозаминском переулке, вы знаете. А рядом строится детский сад. То есть все делается для того, чтобы эту проблему решить. И мы ее решим. Только единственное, прошу прощения, что по срокам немножко оттянем. Вторая проблема. Все управляющие компании, которые работали в Интернет-Щелковском муниципальном районе, были аффилированы к определенным или должностным лицам, или к определенному кругу лицам и так далее. Надо было ломать эту ситуацию. Мы провели ряд непростых переговоров, ряд непростых решений, ряд непростых встреч, чтобы забрать сначала ЕРЦ, а потом с управляющей компанией по закону лицензирования расстаться. Те, которые создали огромные долги перед ресурсно-набжающими организациями. Во что это вылилось, вы знаете. Тем не менее, правительство Московской области, Министерство ЖКХ, Жилищная инспекция, прокуратура, новые начальники УКВД знают эту проблему. Мы ее решим до конца. Не важно, кто работает. Старые компании, новые компании. Они все будут выполнять закон на территории. Прозрачность, открытость, социальность и полное вложение средств. И самое главное, чтобы они все зашли в Москову БУРЦ и приступили к расщеплению коммунальных платежей, для того, чтобы мы никогда не имели проблему перед ресурсно-набжающими организациями. Тоже непросто. Знаю, какой резонанс. И мне непросто. Я с этим ложусь спать и с этим встаю. Сколько мне там время отводится на сон. Потому что знаю, за каждой этой проблемой стоят живые люди. Люди, которые оценивают нас за эту работу как несовершенную правильную. Поэтому уверен, что эту проблему мы решили. Экономика. В этом году мы не сделаем качественный рывок экономики. Несмотря на то, что ряд предприятий реконструируются, модернизируются. У нас с Алис Даваевич, щелкограхим, получил 3,5 миллиарда дополнительной прибыли только за 15-й год. То есть человек умеет успешно работать. Недаром он почетный гражданин и всегда его сердце открыто для жителей. Но таких компаний у нас немного. Наша задача, вот здесь Петр Валерьевич сидит, я вот им низко кланяюсь, спасибо говорю. Благодаря губернатору Московской области Андреевичу Рубьеву и Петру Валерьевичу появится этот мост. Который наконец-то свяжет экономическую цепочку промышленной зоны. Люди приходили, сначала инвесторы говорили о том, что не могут заходить, потому что в городе воняет. Устранили запах. Бывает, когда выводят пиловые остатки. Но я вам могу дальше рассказать, какие у нас перспективные направления по строительствам завода. Когда полностью исчезнут и запахи при вывозе илых остатков. Помог Петр Валерьевич. Принято решение. Будет строиться мост. Пойдет экономика. Пойдет логистика экономики транспортной. Я всегда об этом говорю. На данный момент это очень важно. Когда все производства через транспортную логистику замыкаются с выходом на кооперацию с другими предприятиями. Мы это тоже сделаем. Это будет сделано в следующем году. И тогда пойдет экономика. Тогда начнется наполняться промзона реальным сектором производства. Мы провели непростую работу по Свердловке. Непростую. С выходом на правительство, он сказал, спасибо, поддержали. И в Свердловке будет промышленная зона. Потому что 22 тысячи, которые там будут проживать. И вот то, что Петр Валерьевич сказал, 16 тысяч у нас каждый день выезжают для того, чтобы получить работу в Москве. Там изменится. В Монино изменится. Везде будут производства высокотехнологичные зоны применения рабочих рук. Да, современные высокотехнологичные места рабочие не предусматривают количество. Но предусматривают качество. Предусматривают высокую заработную плату. Предусматривают высокие поступления в доходную часть бюджета. От налога к неналогу поступления. Над этим, конечно, мы будем работать. Экономика в следующем году увидит. Не смотря на санкции, не смотря ни на что. Издевинеца инвесторы придут. У нас уже пришла меданда. Практически пришла. Я уже ее привел к зампреду правительства, который Бусаеву привел, показал. Она тоже заходит. Это очень большое подспорье в плане медицинского обеспечения Всевышнего Упуска муниципального района. Потому что там создается на эту сплатную услугу. Еще социальный сегмент. Это было мое условие. Только социальный сегмент тогда заходит. Когда мы получаем по всем четырем болезням, которые являются сейчас на контроле у президента, в сфере услуг медицинского обслуживания, когда мы поймем, что нас современно диагностируют, современно вылечить. Это тоже очень важно. И последнее. Меня очень много критикуют за экологию. Я понимаю, что речка река Панери, как там, ручеек наш Панери, он наш. Мы по нему должны были работать. Мы поработали. Все-таки 400 тонн вывезет ряня. Уверен, что через 4-5 лет это будет совсем другое. Это абсолютно чисто. Мы каждый год будем наращивать усилия Панери. Каждый год будет изменяться обстановка. Каждый год будет появляться рекреационная зона, лодочные станции и все необходимые места отдыха, которые так востребованы людям. И изменить, соответственно, и вода в этом ручье. Непростая ситуация поклясть. Вы знаете, что было сочетание. Какой сброс был произведен на данный момент и какой там ил находится. Мы будем работать и по этой проблеме. Обязательно будем работать с федералами. Уже несколько встреч проведено. Уверен, что и там проблемы с дельницей. Ну и вот самая такая большая проблема для всех, для нас, это, конечно, транспортная логистика. Я о ней говорил раньше, сейчас говорю. Дулер щелчка в эту субботу, на следующую среду уже презентуем в окончательном варианте трассу выбора. Это вообще, поймите, это 50 на 50 уже пойдет движение транспорта. Туда 30, туда 50. То есть у нас задышит город, западный обход, восточный обход. Это все мы должны сделать в течение 5-10 лет. Долго. Но мы же живем не одним днем. Мы живем же для своих детей, для своих внуков. И должны понимать, что эти проекты очень важны для нас. И мы будем их выполнять. Уверен, что при вашей поддержке, уверен, что при вашем и критическом отношении к тому, что мы делаем, и подскажки. Дело в том, что много профессионалов есть. И, конечно, профессионалы должны подсказывать нашей работе. Уверен, мы добьемся того, что город Щелку будет лучше. Лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей Васильевич. Спасибо. 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 Вот посмотрите, есть, я уже говорил здесь, есть реальное положение дел, есть формальный ответ, потому что все-таки часто в суды обращения, и надо было подобным образом как бы сформировать свою позицию. Никто в коммуналке заселяться не будет. Я вам только что здесь доложил, что появился новый застройщик, который по переустойке прав контракта по застройке новой фабрики выиграл. Поэтому вот-вот-вот начнем строить. Но если там совсем уже вот выходить, переселиться прямо, я уже сказал уважаемым коллегам, давайте подвищем туда во вторичном фонде. Мы сейчас порядка семнадцати квартир нашли во вторичном фонде, вот при смене управляющей компании, которое было каким-то образом использовано в своих целях. И начинаем представлять всем, в том числе и остротисцитным специалистам, и в том числе вот если уж крайний случай для вас. Поэтому вам принимать решение или ждать год, или переселять сейчас вторичный фонд. Спасибо. Спасибо. Вопрос с той стороны, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Чайкина Елена Юрьевна. Я мать ребенка-инвалида. Я представитель организации, общественной организации «Дети солнца и дождя». Ну, конечно, вопрос на болевшие. Это препараты. Приходные препараты. Тема такая животрепещущая. Когда будет с ними порядок. Когда мы будем получать то, что нам положено, то, что требуется. Это не наши выдумки. Ваши коллеги-врачи выписывают эти препараты, но нам в них отказывают. Говорят, или они слишком дорогие, или они зарубежные. К сожалению, мы не собираемся для вас покупать их. Уж извините за тавтологию. Вот хотелось бы узнать. В Москве, кстати, все в порядке с этими препаратами. Я не буду сейчас называть все препараты. Это очень сложно. У нас есть свой список. Нет фенитальцин. Вот скажите, пожалуйста, что-то в новом году улучшится или же все-таки переводят от любого? И еще один вопрос. Какая, простите за фишка, что будут отказываться от препаратов в зарубежном производстве? К сожалению, мы на них живем. Спасибо. Спасибо за поставленный вопрос. Значит, хотел бы пояснить ситуацию с льготными лекарственными препаратами. Сейчас все ассортименты, все необходимые перечни препаратов имеются на складах и поставляются в аптеке. Но, как вы все правильно сказали, препараты в большей части отечественные. В связи с санкциями были прекращены поставки импортных препаратов, и в нашей промышленности, в нашем предприятии пришлось перейти на выпуск отечественных препаратов, возобновить отечественные препараты. Сейчас все по сахаросвежающим препаратам, все позиции в аптечных складах есть. И, уважаемые граждане, мы не оставляем никого без лекарств. Да, приходится заменять на аналоги, которые имеются в аптечной сети. Я понимаю, если возникает такая ситуация, конечно же, мы рассматриваем в индивидуальном порядке. И у вас есть право, и мы осуществляем такую работу, при необходимости получения конкретного препарата, формированный в индивидуальную заявку. Я вас очень попрошу, мы с вами сейчас после встречи переговорим, запишем все, что необходимо, и обязательно отработаем. То есть, если ребенку или пациенту нужен препарат конкретный, и он не входит в перечень, и его нет в поставке, формируется индивидуальная заявка, или мы проводим через дневной стационар, или через стационар. Так что вы задержитесь, мы обязательно отработаем. Хорошо? Спасибо. Добрый день. Я хочу обратиться к Алексею Васильевичу Залупина, Федоришину Анастасию Валерьевну и Кузьмичеву Елену Андреевну. Мы являемся представителями управляющего совета и родителями детей, которые учатся в Щелковской детской хореографической школе. Я хочу сказать быстро, в двух словах, это уникальное учебное заведение, аналогов которому, наверное, практически нет. Всего учатся 175 детей. У меня лично учатся два ребенка. У меня тоже два детей там обучают. Получаю огромное удовольствие. И мы и дети, занимаясь в стенах этого учебного заведения, существует уже 18-й год. очень приличный, очень высокий уровень профессионализма у наших преподавателей, среди них мастера международного класса, почетные работники общего образования. Вопрос следующий. Следующий. С первого декабря, звучит уже вопрос, с первого декабря в культурном комплексе «Славия» разместился драматический театр. Для наших детей осталось всего два класса. Среди них один из них совершенно маленькое крохотное помещение, без окон. Второй класс немного больше, но их всего два, а детей – 175. Нам обещано, запланировано строительство в Солнечном, но это еще несколько лет. Вот скажите, пожалуйста, есть ли возможность посредствовать нам, помочь нашим детям? Спасибо большое. Значит, я отвечу с замедлитель руководитель администрации по социальным вопросам, Одионов Юрий Николаевич. Значит, мы на этой неделе уже провели рабочую встречу с руководителем драматического театра. Значит, здесь речь идет об эффективном использовании помещений, которые находятся в бывшем «Славии», ныне театр. Значит, расписание будет урегулировано, и дети не останутся без помещений, предназначенных для хореографической школы. Значит, однозначно, что время, места мало, но по возможности эффективно будем использовать все площади, которые там находятся. Можно еще уточнить этот вопрос? Скажите, все-таки строительство действительно осуществляться? Конечно. Сколько? Сколько? У нас школа в Микроюне Солнечном запланирована ее ввод в эксплуатацию в 2017 году при выделении средств. И, естественно, при проектировании этой школы учитывается, что там должна располагаться хореографическая школа, которая достойно представляет Человковский район на всех уровнях. Спасибо вам за активную позицию. Я знаю, что это родители очень активные. Спасибо. Я думаю, сейчас на эти полтора-два года вопрос решится. Меня зовут Анатолий Васильевич Петрунин. Фамилия. Проживаю в центре города, в том числе Ленина, Домагент. Я сейчас нахожусь в таком возрасте, когда состарилась мама болеет, внук родился. И вот хотелось бы в первую очередь сказать о такой категории граждан. У нас сейчас закатывается перед подъездами все в парковке. Вроде бы у нас сейчас акция идет, что ли, я не понимаю. Строят парковки для автомобилей. Дело в том, что в каждом доме живут люди, которые способны совершить только 10-15 шагов. Они не могут ни сюда прийти. Но каждый раз нужно преодолевать, выходя из подъезда, через машину прилазить. Мне снаха говорит, попробуйте погуляйте с внуком. И действительно невозможно протиснуться через эти машины. Когда рождается ребенок, педиатр говорит, что в любую погоду с ребенком нужно гулять. Вот перед подъездами не протиснуться через машины. В хороших городах я видел, хотя бы перед центральными подъездами не закатывайте их в парковки, чтобы сразу можно было выходить на площадку. это первое. Следующий момент. Большое спасибо за мост. Он действительно болел. У нас были раньше хорошие парки с площадками. ШТП этих над Кальцлавием. ХВК выше. Очень хотелось бы, чтобы эти парки сохранились. И вот в прошлом году была акция, по-моему, пешеходная улица правительства Московской области. Вот такое предложение, чтобы у нас была пешеходная набережная до того моста, который планет строить. Потому что они сейчас находятся в частной собственности. Кафе я пытался пройти. Какие-то новые заборы поставлены. И берега, они, в общем-то, заняты. Еще момент. Тоже все-таки важно уже про микрорайон. Жигалово. Прежде чем строить микрорайон Жигалово, еще я шоу была. Александр Матвеевич, он мне говорил, речь шла о том, чтобы построить дорогу, ведущую к путепроводу. Дело в том, что сейчас там выезд на улицу Московская, поворот сразу идет на Москву, и машины идут по пешеходным зонам, весь транспорт с микрорайона, по пешеходным домам, между домами 19 и 19А. Постройте, пожалуйста, обещанную дорогу из микрорайона Новая Жигалово, чтобы она вела к путепроводу. Ну, еще такой маленький момент. Пришла зима. Александр Матвеевич, вот четвертый вопрос. Смотрите, сзади столько народу стоит. Я очень коротко. Пришла зима. У нас площадь Ленина была высокой горкой. Сейчас оркестрон для двух-трехлетнего возраста. Горка, у нас есть щелка, с которой катаются дети, она находится на набережной. То есть в прошлом году поставили сетку. Ну, вот хотелось бы, чтобы выставили хотя бы одну на город высокую горку в зиме. Спасибо. По очереди. По горке вы видите, что будет перед Новым годом, только наступят морозы. По организации дорожного движения сейчас разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения. Там мы все увидим. Нет целесообразия проезжать транспорт, который здесь указали. Одно дело, когда мы хотим что-то там, как бы, исходя из своих собственных потребностей. Другое, все-таки, должно быть логистика определенная транспорт. Следующий момент по выходу с подъезда и, как бы, в стоянку. Но, все-таки, дело в том, что проект планирования территории рассматривался и представительным советом для квартирного дома, и общественностью. Надо было тогда подойти и каким-то образом отрекулировать это. В том, четыре элемента, которые там, вот, как бы, они все выполнены. Я тогда с вами обменяюсь координатами, я туда еще раз выйду, посмотрю, может, каким-то образом мы там отрекулируем ситуацию. Спасибо. Извините, что такое формальный ответ, но лучше прийти на прием, я с вами поговорю. По каждому вопросу отдельно. Потому что на все есть обоснования. И здесь, по этому микрофону, как-то не смогу я на вас ввести ту мысль, которая там заложена. Еще хотела добавить по поводу того, что, допустим, для, ну, маломобильных групп, те, которые около дома, для того, чтобы была какая-то проводочная зона для них тоже, да? То есть все-таки планируется у нас улицу Пушкина сделать пешеходные улицы, внутри вот такой сделает сквер в середине этой улицы, где как раз могут мамочки с колясками гулять до парка. Буквально в эту среду была презентация. Алексей Юрьевич, у нас есть такой молодой архитектор, он презентовал уже в 3D всю эту пешеходную зону. Обязательно мы до вас все доведем увидеть, какие будут изменения на улице Парковой. Ну, все изменения благоприятные для жителей, очень благоприятные. Я просто добавлю, что пешеходная улица, она должна быть потом связана с набережной. И это будет очень хорошая такая прогулочная зона, в том числе и для таких групп. Спасибо. Вы говорили там от Технотканского моста и дальше набережные делают. Уже порядка 8 человек приходили, готовы как бы эту работу выполнить, но хотят строить многоэтажные дома. Мы категорически против. Категорически против. Техноткань должна застраиваться по старому. Там должна быть общаясь деловая культурно-извлекательная зона. И ничего. Никаких домов. Коллеги уходят. Ну, в любом случае, изыщем средства для того, чтобы... Мы хотим назвать ее набережной Юности, потом набережной Сиросим-Саровского, и дальше-дальше туда пойдет как бы набережная практически до парка. И соединятся между парком через мостик. Дай Бог, чтобы Попушкина в своей нам решили послать более-менее приличный мост. Там жить тоже против. Мы будем работать, показывать поэлементно сначала, а потом в целом завершим концепцию. Спасибо. Тимофеев Павел Катрович. Микрорайон Чкавовский. В древности, когда человек делал что-то неудовлетворяющее людей, ему говорили, чтоб тебе жить в эпоху перемен. Микрорайон Чкавовский – один из самых больших военных городков, а в Московской области около 480 военных городков – это самый большой городок. Уже лихораде, значит, более полугода. Две управляющие компании – ЕДС Челково и ЕДС ЖКХ. Ну, одни люди платят в одну компанию, другие – в другую. Но дело в том, что в этих обоих компаниях из-за вот этой сумятицы данные, которые жители представляют, ну, по своим счетчикам, эти управляющие компании, они не соответствуют действительности. И людям приносят по 2-3, некоторые, наверное, 4 платежки с данными, взятыми из потолка и с заоблачными ценами, получается. Ну, сейчас, вот в настоящее время, на днях, эти директора этих компаний договорились с собой, может быть, что-нибудь сдвинется, улучшится, получше будет жить. Вопрос. И еще. Вам вопрос, сформулируйте. Проблема у этих двойных платежек и работы с управляющей компанией. Да, да. Эти управляющие компании не могут из-за, ну, разногласий между собой нормально работать. Жители оказываются заложниками этой ситуации. Вот. И сейчас в этой, в ДЭС, в управляющей компании ДЭС, ЖКХ, у них проблема, вот, с ЕРКЦ вот этом. Он тоже не может нормально работать, потому что они в октябре перешли на новую программу. Вот. Она тоже, жители не радуют. Сейчас они, вот, в конце месяца переехали, вообще, вот этот аварийный дом на улице 1-й советский дом. Спасибо. Ситуация все понятна, но вопрос в своем понятен. Алексей Васильевич, возможно, прокомментируй. Значит, в микрорайоне очень здорово сделали там улицы, заасфортировали, но осталась одна улица Жуковского. Деньги, на которые отпущены на этот год, там эти колдовины ямы по колено, осталось буквально недели три на освоение этих мощностей. И потом еще у нас в прошлом году был на территории управляющий Ченкатадзе Валерий Ачелович. Он был как бы живым, живым мобильным звеном между жителями и администрацией. Очень, очень дело было, ну, всех радовало, но сейчас эту функцию его ликвидировали. Вот если можно, снова бы ввести эту... Спасибо за вопрос. Я еще раз формулирую. Это проблема работы управляющих компаний, ремонт дорог. И третий – это так называемый институт управляющих территорий. Алексей Васильевич, на этом форму? По управляющим штат раздувать не будем, управляющих не будем. У нас ответственность за территорию несут депутаты, советы депутатов. Пожалуйста, обращайтесь. Телефон вы все знаете. У нас прямые коммуникации распределительной исполнительной власти. Работаем в тесном контакте. Без малейшего, как бы, замедления эти контакты ощущаются. Поэтому будем работать в этом плане. Да, Вавок? У нас есть портал Добродел. Есть горячая линия. Есть много возможностей для того, чтобы донести проблему. И эти проблемы, когда доносятся, мы их решаем. Вот. И у нас здесь в зале сидит Татьяна Ефимова. Она как раз в Чикаловского. Татьяна Ефимова есть тут? Нет? Так вот, она за временем работала Добродел, 212 обращений написала. Это все за полтора месяца. Да. Поэтому, поверьте мне, зачем нужны управляющие, если есть Татьяна Ефимова? Мы все видим, понимаем и регулируем. А работа по благоустройству бекера в Чикаловске будет продолжаться дальше. Есть даже народный проект, Чикаловский парк, который позволит достаточное количество проживающих людей на территории этого микрорайона обеспечить комфортные экрекционные зоны. Спасибо. Я хочу добавить на Чикаловское. Жуковского то, что вот вы сказали, да? И там еще одна самая, вот в этом году с Жуковского разбираемся, а потом дорога по Стефановскому. То, что вдоль забора вы знаете. Вот это самый больной вопрос. Мы когда с депутатами выходили, они сказали, что обязательно включат в программу 16-го года дорогу по Стефановскому. Кишнякина Катерина Анатольевна, СНТ «Полянка». Уважаемый Алексей Васильевич, огромную благодарность мы вам хотим передать от нашего СНТ за реализацию подключения электрической подстанции. Наши семьи намного стали счастливее после последних трех тяжелых месяцев. Еще, Алексей Васильевич, я хотела бы поблагодарить Штокова Анатолия Николаевича, председателя районного союза судоводов, за то, что он нам помогает и, как сказать, помогает нашему СНТ в лучшую сторону. У нас намного стало комфортнее. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. У нас четыре СНТ. Я понимаю, что здесь у нас все нужна рука. Открытый разговор, когда ругает власть. Но, тем не менее, то, что Анатолий Николаевич сейчас вместе с администрацией делает в СНТ, позволит навести порядок во всех вопросах землепользования, собственности. И, наконец-то, мы решим эту проблему, когда люди получат документы, удостоверяющие собственность на участке. Мы многое для этого делаем. Я практически все время уезжаю на территорию. Там встречается вопрос. Держу на контроль. И юридическую службу мы своей и председателю СНТ все эти вопросы решим. Обязательно решим. Добрый день. Чернявский вам Александрич Горячоков. Вот мы фильм все видели очень хорошо. Действительно, была сделана площадь Ленина, пешеходная зона. Спасибо вам большое за это. Я знаю, что тоже программа есть согласная на эту тему. Но, тем более странно, выглядит совершенно непродуманное решение, которое сейчас было осуществлено около подхона Воронок на площади. В чем, с моей точки зрения, непродуманность. Там есть, как минимум, три проблемы. Первая проблема. Для пешеходов был значительно удлинен путь. Вот что он пересекает проезжую часть улицы Пушкина теперь. Во-вторых, для машин та же самая проблема, что у них появился дополнительный пешеходный переход через улицу Пушкина, на который надо отвращать внимание. Третья проблема, что остановки маршрутов разных были разделены территориально. Теперь людям не будет очень понятно, где они должны стоять, если они подходят разные маршруты. Поэтому предлагаю рассмотреть вариант. Вернуть прямой проход пешеходов к станции Воронок. Вернуть пешеходные переходы через эти автобусные остановки. Потому что, в любом случае, нагрузка на вот эти заездные карманы, которые были построены, не может быть сравнима с нагрузкой на основную проезжую часть. Поэтому, с моей точки зрения, пешеходный переход через автобусную остановку безопаснее и для пешеходов, и для автомобилистов для автобусов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это проводится соответствующая комиссия по безопасности дорожного движения. Мы понимаем, что Воронок был запер и с одной стороны, и с другой стороны, когда осуществлялась посадка высока пассажиров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо, давайте атак. Попробуем. Мы еще раз вынесем это комиссия по безопасности дорожного движения и вас пригласим, чтобы вы услышали консультацию специалистов. Просьба секретариации контакта оставить. Работает регулярно комиссия по безопасности дорожного движения. Что касается, через 5 лет привыкнут, за 5 лет с того момента, как перекрыли переход на центральный, на перекрестки Пушкина-центральный, жители не привыкли ходить в охоту, потому что это неразумно. Жители продолжают ходить в вопрос забора за 5 лет. Понимаете? Мы могут они привыкли к тому, что невозможно сделать. Понимаю, но правила дорожного движения это святое. Надо, чтобы жители не только привыкали, но и исполняли правила дорожного движения. Это безопасность в первую очередь. Вот основной аргумент везде и всегда. Безопасность. Спасибо. Владжерская группа «Поможем вместе» жителям Наталья, Мария Борисовна. Наша группа существует на территории района, не существует, а действует, работает уже восьмой год. У нас назрела просто жизненная необходимость помещения. А сейчас она не жизненная, а просто аварийная, потому что 1 декабря стартовала уже шестая акция «Рождественское чудо». Это акция по сбору подарков для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. И без привлечения можно сказать, что в ней принимает участие весь район, и с каждым годом все больше и больше. В прошлом году подарков было собрано очень много. Мне не дастся обрать Лена Каченко, которая здесь присутствует. Низкий поклон Красному Кресту и Академии Отечества, которые и в прошлом, и позапрошлом году приютили нас в своем очень небольшом помещении. Мы буквально завалили даже коридор, куда приходят люди на прием к депутату. Повторить это невозможно. И в виде этого мы в марте писали письмо, Алексей Васильевич, на ваше имя, с просьбой помочь нам. Письмо было отписано Павлову. В личной беседе в мае нам было обещано, что в сентябре, когда Дюш с центральной улицы переедет, нам будет доставлено там помещение. Мы долго ждали, пока Дюш съедет. Съехала, и на этой неделе нам опять позвонили от Павлова, что только вы решаете вопрос, что мы должны опять писать на вас. Помещение освобождено, подходите, решение принято правильное. Выходите куда? Конечно. Утром в 7.30, завтра в 9.30. Завтра в 9.30. Да, завтра в 9.30, подходите. Добрый день. Костюков Александр Николаевич, 8 марта 25, председатель Совета Дома. Значит, микрорайон Жигалова. Значит, первый вопрос. Новый микрорайон, уже три дома, тысяча семей. В следующем году сдастся еще один дом, это будет полторы тысячи семей. Вопрос первый. Когда будет в этом микрорайоне устроена школа? Потому что людям, которые там покупали квартиры, обещали строительство школы. Первый вопрос. Второй вопрос. При проектировании этого микрорайона была предусмотрена двумевая канализация. На сегодняшний день ее нет. И вся вода, которая после дождей, идет по улицам, затапливая все на свете. Третий вопрос. Микрорайон новый. Значит, для того, чтобы от микрорайона подойти к остановке детский сад, люди идут по проезжей части дороги. Я не знаю, кто ходит по этому микрорайону, но тут вообще нет, что люди по нему ездят, потому что элементарно мы не видим. Ждете, когда будет ДТП. Мы уже эту тему поднимали, писали, ответа нет. Хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. И еще были вот так, последние. Мы бы хотели встретиться, предложили опросу к вам, с нами, с жителями микрорайона Жигалова, постречаться, и депутатов, потому что мы знаем только товарища Олегникова. Спасибо, мы помогаем. И представители от вас, Алексей Васильевич. Есть вопросов очень много. Хотелось бы есть и обсудить. Спасибо. Спасибо. Если я... Можно я вам скажу? Вы подождете еще месяца 2-3, когда будет закончиться проект планировки, что я к вам приехал, уже детально поговорил, о том, что там будет, ну, школа уже, как бы, рассматривается к строительству. Потерпите. Вот 2-3 месяца закончится проект планировки, новая проект планировки. Мы приедем туда и с вами все проговорим. Покажем, где что будет. И пешеходную логистику, и дорожную логистику, и школу, где будет стоять. То есть, вот нам осталась только маленькая ремарка, там какой-то, не знаю, не очень, наверное, адекватный человек построил вот это, посмотри, строение такое. Мы пытались, конечно, снять. Вот на данный момент они как не вписывают планировки, вроде как бы носят спортивную направленность, но построен таким способом, что мы понимаем, но рухнет. И поэтому вот такое время, наверное. Спасибо. Алексей Козлов. В поселке, коттеджные поселки, Лосиный парк, Заповедный парк. Вопрос я так понимаю к Севастевичу. В общем, беда. Будут ли взяты инженерные сети на баланс администрации? Потому что дальше уже невозможно. И публичный серый тупик. Вот смотрите, они уже заметались, пытаются все продать, не имея прав собственности. Работать будем, сети заберем, как безхозяинные. Поставим на учет муниципальную собственность, у вас все будет нормально. Но так получилось, что на той территории работал глава озера, знаете, Даня Николаевича, который таким образом построил ситуацию. Кто взял и просто-напросто унесил все жители, проживающие там. Вырунили ситуацию. Только надо время. Коллеги поняли, что ситуация будет в любом случае управляться. И мы пойдем по тому, чтобы изъять их все. Сейчас приходит ко мне другой застройщик, и он говорит, слушай, уже предлагаю как бы купить у них эти объекты, все эти там, и подстанцию. Я говорю, даже не сну, что к вам пришел. Надо покупать, а не надо. Так заберем, и чтобы у жителей дальше проблем меньше. Поэтому работаем. Вот смотрите, у нас на то, чтобы признать без хозяина, надо год. В любом случае за это время, вы знаете, уже заявили компанию управляющую, которая будет регулировать, мы будем контролировать. И по всем вопросам, если вдруг опять будет возникать проблем взаимных платежей, опять обращайтесь, опять будем собираться, опять будем вызывать их. Но, к сожалению, пока так. Потому что по закону, по-курорски, если я сейчас как бы сделаю КЧС и заперываю в них все эти сети, то у меня поправят. Так закон быстро, поймите. Чужой забирать нельзя. Если он без хозяина, наш, то прошел год. Спасибо. Добрый вечер. Яна Николаевна Евгения Афанасьевна, член общественной палаты и председатель совета дома 33 по улице Чкаловской. По улице Институтской, извиняюсь. Я хотела бы сказать, вот я получила такую бумагу, где написаны управляющие компании, которые приступили к работе. Нашей управляющей компании, недоида я щелкала, нет. Места, наверное, не хватило на этой бумаге для нее. Я хочу спросить, она приступила к осторонению своих обязанностей или нет? Прома 23, а вообще Чкаловская. На Чкаловской они приступили 60 домов к управлению с 1 ноября, на которые представили документы в Женщинную инспекцию и на администрацию. С 1 ноября они приступили, и подобные документы представлены. Имя должно быть, в общем, уже за ноябрь. 16 домов находятся в суде, поскольку там подали собственники, что подделанные документы. Эти дома пока остаются в управлении по ДЭЗу. Просто, может, конкретно ваш адрес я не помню, но я могу уточнить и присвоить вам. Но, скорее всего, если нет, то значит ДЭЗ. Я поняла, я знаю, я читала эти документы, но меня интересует, почему в этой бумаге нет Елеез Щелкова 3. Почему? Что за могут ответы на обращение? Это обращение, да, это управление организацией Щелковского муниципального района, перечень управляющих компаний, которые вошли для управления домами. Местные, по срокам, там же это меняется. Мы давали всем разъяснение, что с 1 ноября до 60 домов приступил к управлению. А кого часа? Евгения Афанасьевна, просьба такая вот про Талию Викторовну, может быть, вы этот документ сейчас не покажете и индивидуально вас с вами... Я не покажу, у меня еще один вопрос, Мерзунову. Мерзунову Владиславу Александровичу. Владислав Александрович, я хочу вам задать вопрос. Вот у нас в Щелк, в Москве, есть клиника для нас, под Московья, ФГУ Федерального бюро Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Она все время работала. Я даже сама туда ездила. В настоящее время почему-то с октября месяца наших там людей не принимают. Нам ответили так, что нет финансирования. Почему с октября месяца по октябрь деньги не перечислены, и люди не могут туда поехать? Спасибо. Уточните, пожалуйста, что за учреждение? ФГУ, Федеральное бюро, медико-социальные экспертизы, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Это на Сусанина 3 находится. Я не смогу сейчас вам ответить. Это не входит в компетенцию Министерства здравоохранения Московской области. Ваш вопрос запишем моим сотрудникам. Передайте и ответьте вам. Хорошо? Дайте время отработать. Послединия Афанасьевна. Пожалуйста, вот через секретаря сейчас вам помогут с представителями Министерства здравоохранения Московской области передать эту информацию, чтобы потом получить ответ. Спасибо. Справа, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Житель города, парк 4, крачное время. В ходе строительства пенотального центра вокруг нашего дома было просто перерыто все. То есть нам из дома, можно сказать, подкопали. То есть огромные котлованы. Земля лежит в куче просто к дому. Вентиляционные отверстия, все, которые идут к нашему подвалу, здесь нобулизованы. Земля на уровне первого этажа. Жители, естественно, недовольны. Плюс вырублены все деревья. Возле дома ранее была территория, где ставили жители дома свои машины. Сейчас там построили, видимо, трансформаторные подстанции или что-то. Соответственно, площадка занята. Жителям дома уменьшилось место для того, чтобы ставить, парковать свои машины. Также, в результате того, что была пристройка площади, то есть там была раньше парковка, и кто-то приезжал администрация ставила свои машины там, сейчас заезжают в наш дом. Вопрос по организации движения, благоустройству территории вокруг этого дома? Ну, нет. Мой вопрос в том, чтобы каким образом планируется благоустройство нашего дома после того, как будет построен перинатальный центр. Еще один вопрос по поводу того, что наша детская площадка выглядит только как две сломанные качели. И еще, в ходе строительства, у нас грязи по колене, и никто не убирает. Хотелось бы, чтобы закругли. Спасибо за вопрос. У нас многие коллеги занимались этим вопросом. Ну, вот, как подводя резюме, я скажу, я вам гарантирую, там отличное благоустройство при сдаче тринотального центра. Все ваши запросы там будут выполнены. Да, я швала. Я многодетная мама Игнатович Юлия. Хочу поблагодарить администрацию города за большую помощь, сотрудничество, то, что вы нам помогаете в многодетном семье. Не отказывайте во многих наших проблемах. Вот, рассматривайте их, вовремя выносите и решайте. Вот. Но у нас есть еще много-много-много проблем. Одна, как бы, самая главная на сегодняшний день – отсутствие лекарственных средств детям до 6 лет. практически мы их не получаем. Если нужно, делайте ангетирование. Вот. Если нужно, мы вам поможем. Вот. И мы очень хотим получать бесплатные лекарственные средства. Вот. И, как бы, если можно, каким-то образом менять этот список. Я сама медсестра операционная, в реанимации отработала с детьми новорожденными. Сейчас совершенно другие средства по лечению детей, не те, которые идут в перечную бесплатную. Александр Александрович, комментарий есть какие-то? Да, есть комментарий. Безусловно, многодетным матерям положены бесплатные лекарственные препараты. Вы сейчас ко мне подойдите, мы посмотрим, что за перечень, выясним, почему вы не получаете, все по возможности обеспечим. Хорошо? Ну, я отлично от всех мам. Ну, мы с вами отговорим эту ситуацию. Спасибо вам большое. Мы будем разбираться, потому что должны обеспечиваться. Спасибо вам большое. Добрый день. Андрей Сергей Никмарович, житель города Щелково, улица Заречная, дом 7. Председатель жилсовета. Все вопросы, касающиеся жилья, мы решаем с управляющей компанией жилсервис А и с Натальей Викторовной. Вопрос, который я хочу задать, относится именно к администрации города. Это вопрос перекрестка пролетарского проспекта Толсинской и Заречной. Этот перекресток уже несколько лет достает жильцов нашего района и нашей улицы, нашего дома. Насколько я знаю, лет 5-7 назад был подписан договор, заключены контракты с Московской организацией спецстрои инженеринг на строительство подземного перехода на этом участке. если меня не изменяет память, а я работал в этой организации, там это стоило порядка 60 миллионов. Как этот ВОЗ был, так он и сейчас, поныне там. Договор, говорят, лежал на полках, и никто к нему не возвращался. А на самом деле, как представитель этой организации, я могу сказать, что ссылались на то, что нет денег. В результате чего этот вопрос очень сильно беспокоит жильцов, по крайней мере, нашего дома. Вот я и спрашиваю, как у нас этот вопрос, движется, не движется, что собираемся делать на этой перекрестке, потому что каждое утро количество грузовых машин, следующих по улице Заречной, со стороны Золотого завода и далее, грузовиков 40-60 тонн, огромное количество, и стоят на этом перекрестке, на светофоре. Это просто... вопрос, безусловно, понятен, я думаю, всем жителям щелкал. Еще один вопрос на эту же тему. Освещение улицы Заречной. Понятно. Это касается от магазина Русь. Разбираемся с этой проблемой, с этим вопросом. Не пойдет нам подземный переход. Глубина залегания будет 11 метров, и вряд ли мы сможем сделать для людей это благоприятно. Все-таки спускаться на 11 метров это глубоко. Поэтому пошли по варианту надземного перехода. Это проектное предложение было представлено. Первичное финансирование было определено. Но произошла смена формата, неудобно говорить, конечно, но скажу, передали полномочию в область, и все остановилось. Уверен, что мы найдем взаимоотношения с тем инвестором, которые будут выполнять эту работу, потому что предпроект на работу уже исполнен, могу себе пригласить и показать, как он будет выглядеть. Осталось только первичное финансирование на проект и на выполнение работы. Будем работать над этим. Понимаю проблема. Поэтому просили губернатора Петрова Валерьевича, чтобы дали нам снять нагрузку на это перекресток. Мост на Фабричный на 30% снимется нагрузка. Следующий момент. Как бы это не было больно звучать, то ворота налево на Талсинскую не будет. Он будет дальше на Глобусе разворот и уход на Талсинскую. Тоже снимет часть нагрузки. Но, конечно же, если мы построили надземный переход и убрали бы фазу на пешеходный переход, то есть быстрее движение прошло. И безопасность самая главная довольствия лейтенантам. Поэтому потерпите немножко. По муче по определению решения строительства объектов. Я Лаптев Аркадий Африканович поселок Свердловский ветеран войны и труда. У нас следующая проблема. В поселке организована СНТ студенка в 208 году. На территории 17 гектар было 390 участков до организации. Не советуясь ни с кем втихаря была организована территория как на чистом поле студенка. Поэтому председатель СНТ выбраны 5 человеками всего в это время они выбрали сами себя 5 человек, назначили себя членами правления и до сих пор 7 лет работает без перевыборов. По закону положено 2 года. На территории было, я повторяю, было 390 участков. Все участки были оформлены по хозяйственной книге поселка Свердловский. Была у нас оформлена аренда на данный участок. Вопрос, пожалуйста. Вопрос. Проблема, она не интересна. Хочу при всем зале сказать. Проблему мы знаем. Вопрос знаем. Проблему мы знаем. Я хочу один вопрос еще задать. Вот какой. После того, как было принято решение администрации поселка, чтобы нам ветераны войны, на наш земельный участок, а нас не приняли в СССР, только по одной единственной причине, что 5 соток он не оформляет. И ниже. И получилось так, что каждый третий ветеран войны, друженик тыла, ветераны труда остались за бортом. То есть их 140 человек. 253 человека оформили. Когда была принята решение. Пожалуйста, вопрос задайте. Я хотел бы интересный вопрос посвятить. Все-таки, когда было принято решение администрации поселка, чтобы оформить наш земельный участок, мы с женой пошли к Шевсюку, председателю правления, и он нам заявил следующее. Пожалуйста, оформляйте на мою фамилию наш земельный участок. Вопрос известен. Великой Отечественной войны никогда работать на оккупированной территории не буду. И мы ушли. Вопрос в том, что в том, председатель СНТ-Студенка надо прекратить. По руководству СНТ-Студенка, которым уже много и общественной палатой занимается, и в СМИ уже много материалов пошло. Вы знаете мою первую принципиальную базиску по отношению к Шевчуку, потому что не буду дальше продолжать, какую работу мы построили по отношению к его незаконной деятельности. Во всяком случае, он во все инстанции обратился и к прокуратуру, и к президенту, и к губернатору, где мою позицию устраивает как беспредел по отношению к нему. А я скажу, что это его позиция беспредел по отношению к ветерану. И мы не дадим его в ограждение ветерана. Во всяком случае, наша принципиальная позиция, что все интересные ветераны 20 человек опять читал по количеству обращающихся, будут заглядены. Шевчук сейчас мечется, а то больницу заряжут, еще куда-то, но землю он выделит. Если он не выделит землю для ветеранов, мы отменим этот проект планировки, и, соответственно, после этого он потеряет права на то, чтобы занимать эти участия. Рахманова Татьяна Николаевна, председатель совета дома, центральная девять. Артем Васильевич, вы в курсе знакомы хорошо с нашим домом, были не один раз, но проблемы как были, так и остались. Первая дорога, дорога, мне даже следует говорить, в каком она состоянии. Потом, недавно произошло благоустройство Комарова 6-8, хорошая детская площадка, парковки для автомобилей, а почему же не предусмотрели сбор мусора, свой мусор, они носят нам под окна, мы заросли мусором, управляющая компания не успевает вывозить. У нас парковок нет, и неизвестно, когда будут, детской площадки нет, ну то есть, что я вам буду повторять, одно и то же. И платежки, платежки мы не получали два месяца, октябрь-наябрь, куда мы только не обращались, от нас уже просто прячутся и РКЦ, и ДЖКХ, и горячая линия. Якобы вчера получили, будут сегодня раздавать платежки за октябрь месяц, но говорят с такими ошибками, что управляющая компания не знает раздавать их, чтобы жители сами разбирались с этими ошибками, или вернуть назад в РКЦ. Что будем делать? Будем работать, чтобы устранить проблемы. На директора, наложите, пожалуйста, о спальной ситуации. Платежные документы это продвижение региона. Два дома, которые не были выпущены платежки два месяца. Платежки за два месяца сегодня выпущены и сегодня вам раздадут. Именно почему вы задержали? Потому что там были большие ошибки, но как нестыковка бас-данка. Она была, можно говорить, техническая ошибка на два дома. Вот мы приносим извинения за всех из РКЦ, и это уже МОС оба РКЦ выпускает платежки по вашему дому за два месяца. Сегодня нельзя в продвижение получите. Из октября, из ноября, только сейчас уточнила. А благоустройство еще не забудьте, Наталья. Я записала благоустройство у опроса, то тогда отдельно обсудим, потому что мы уже утверждаем программу. Я попрошу подойти, если не получится, так что мы расскажем программу в следующий год, найдем из них бюджетных источников. Попрошу подойти, как бы на прием. Здравствуйте, Ярмолик Игорь Михайлович, поселок Свердловский. Собственно говоря, я немножко хотел бы дополнить вопрос и просьбу наступавшего передо мной Лаптева. Проблема, опять-таки, та самая по СНТ-спидерке. Изначально СНТ-спидерка был оформлен как для огородничества. Сейчас в результате манипуляций того самого председателя Шевчука наш СНТ... Извините, дело в том, что проблема сама, она известна. Все действия, которые предшествовали развитию конфликта, они известны, и они просвучали комментарии по дальнейшим действиям. Кроме таких два, Говоруха и Шевчук, понимаете, мы с ними работаем. Мы в любом случае введем информат нормативно-правоварка. Поэтому просьба, здесь в 14-м году, 2-го июня, глава администрации Павел Косвергунский подписал, якобы подписал, не знаю, подписал или нет, постановление об изменении вида разрешенной деятельности, потому что в соцсетях это постановление было без подписи Мартынова. Просьба к администрации... Не изменим ситуацию, отменим это постановление. Я вам только что сказал. Не дай бог, кто-то пострадает от ее деятельности. Я ему глаза сказал, кто на себя представляет, поэтому подвергся к обструкции, что он везде письма меня разослал. Ну ничего, вы с ним вместе, никуда он не денется. Все проблемы решили. У меня как раз была просьба оказать помощь в отмене этого постановления. Спасибо. Меня зовут Бакова Анна. Я представляю автономное некоммерческое объединение «Много деток». Хочу вас поблагодарить за неравнодушие и за содействие в решении проблем, возникающих у многодетных семей. В частности, это обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, которые были выделены многодетным семьям Щелковского района. Спасибо за организацию совещаний на гулярной основе в администрации с руководителем администрации и инициативными группами многодетных семей. Одно из достижений в Петровском дороги сделаны. То есть мы можем поехать к своим участкам. Головино, Оксинина, Кармолина, Трубино. Работы ведутся. Спасибо вам. С проблемой, но идут. И для дальнейшей плодотворной нашей работы хочу попросить вас внести в бюджет денежные средства на паспортизацию и подострирование подъездных дорог к нашим участкам. То есть вот есть такая проблема и она требует решения. И для квалификации, для внесения в программу квалификации в Московской области необходимо разработать проект квалификации. Для этого тоже необходим бюджетные средства. Вот у меня такая просьба о рассмотрении этого вопроса. То есть чем более наложен быть у родителей многодетных, тем больше внимания мы уделяем детям в наше будущее. Давайте об этом подумаем. Спасибо вам. Спасибо вам. Честно скажу, мы вас очень любим. Вы наша надежда. Мамочки, которые рожают много детей, для России делают больше, чем мы, Болтун, все вместе взятые. Потому что они формируют ту мощь России, ее силы, и будущее. Спасибо вам. Будем работать над тем, чтобы все исполнить. Андрей Анатольевич, Пожалуйста, сделаем вопрос. Добрый день. Прямо Александр Александрович, председатель управления ПК БУПХ Лесная Поляна. Я уже три года как председатель. Все, бьемся о том, чтобы оформить земельные участки. На сегодняшний день хочу огромную признательность и благодарность Алексею Васильевичу, Андрусенко, Штокову, с тем, кто занимался этой проблемой, наконец-то с мертвой точки взвинулось это дело. Спасибо огромное. Спасибо вам. И еще в чукурицы, и все. Всем здравствуйте. Кардавцев Максим Александрович. Все мы знаем, что у нас в районе очень много бывших военных городков. И хотелось бы узнать, как сейчас обстоят дела с передачей в муниципальную собственность и имущество в Министерство обороны. Есть ли с этим какие-то у вас проблемы? Потому что жители, касаясь такого аспекта, например, как приватизация жилых квартир, сталкиваются с огромным множеством проблем. Это судебная тяжба. Ну и долго перечислять не буду, но в общем-то расскажите, как обстоят дела. Передаю потихонечку Министерство обороны и земли, и объекты, и дома. Но еще есть на областной думе. И постоянно проводятся своеобразные семинары и совещания и для депутатов, потому что есть такие вопросы, которые зависят от депутатов, и для исполнительной власти. То есть это и для сопровождения и для контроля московской области. Здравствуйте. Это Чернов Анатолий Александрович, председатель Совета Дома. Толстинская, 8. У нас, ну, Алексей Васильевич, в курсе наши проблемы, на 1-9, что у нас и обещены нам какие-то наши исправления, наши проблемы. Но есть еще одна проблема от управления от жилищной нашей ЖКХ. У нас практически дома управляют две компании. Численцы в ДЭС управляют предвижение регионов. И мы не можем с ними, ни с теми, ни с другими решить проблемы наши. У нас каждый месяц происходит несколько аварий. Вот буквально на прошлой неделе аварий в одном доме затопило три квартира. Затем было в этом же нашем подъезде ниже еще было. И проблема такая. Затем были проблемы, когда пускали воду целые сутки, горящая вода текла в подвал. И вот теперь все потери воды ДЭС списало на нас. То есть общественное общезловое прибор стоит. Как нам это будет эти деньги? Что это списали на жителей? То есть нет общезлового прибора, что списать? Общезлового прибора с увеличением. Давайте подойдите ко мне и Наталья Викторовна. Вопросы решим, обязательно перечитаем. А плату по прибору что это общезлового надо посмотреть? Александр Александрович, я знаю, что вам передавали обращение в письменном виде, поэтому самое там актуальное просим все-таки озвучить. Спасибо большое. Очень бы хотелось озвучить несколько обращений. Прекрасное обращение по поводу доступной среды для людей с ограниченными возможностями для инвалидов. Программа доступной среды является приоритетной программой нашего руководителя Андрею Юрьевичу Воробьеву, губернатор Московской области. И поставлена задача всем социальным учреждениям, в частности медицинским учреждениям Московской области, выполнить эту программу и создать благоприятные условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями посещали наши медицинские учреждения. В прошлом году было поставлено задание провести в соответствие детские поликлиники. И одним из вопросов, который был озвучен и требований были предъявлены, это именно создание доступной среды в детских поликлиниках, а также открытая регистратура в условиях благоприятных. Так вот, сейчас во всех наших медицинских учреждениях эта работа ведется. для медицинских учреждений Щелковского района запланировано на 15-16 годы уже попало в программу ремонтная работа, капитальная ремонтная работа на сумму 171 миллион рублей. Для большинства работ сейчас подготовлены проектные документации. Связано это с тем, что замена инженерных сетей, коммуникаций, ветокровли, перепланировка и в том числе создание условий для инвалидов, а именно индивидуальная палата, отдельные туалеты, въездная группа, обеспечение лифтами, все это будет включено в эти работы. И со временем мы приведемся к нормальному виду, к нормальному облику все наши медицинские учреждения. Работа эта сейчас начала, ведется, и мы шаг за шагом ее решим. Это что касается этого вопроса. Я ответил, еще один вопрос, даже в серию, по работе амбулатории по улице Заводская. Будет ли сохранена, будут ли работать русские специалисты? Я немножко пошире отвечу, Алексей Васильевич, с вашего позволения. Дело в том, что в рамках умной социальной политики Московской области проходит оптимизация сети учреждений здравоохранения в пятом медицинском округе. Мы сейчас проводим работу по укрупнению наших медицинских учреждений. То есть 20 медицинских учреждений, как и урлица, будут укрупнены и следы в несколько крупных медицинских учреждений. Для чего это делается? Это делается прежде всего для удобства населения. Не надо будет, приходя в какую-то маленькую сельскую больницу, для того, чтобы получить специализированную помощь, записываться, ездить на консультацию в другое медицинское учреждение жителям одного и того же района. Просто будет после укрупнения и слияния в одно юрлицо для населения удобно. Вы пришли как будто бы в отделение одного и единственного нормального учреждения. И после приема в этом медицинском учреждении вы будете просто переводом для получения необходимой медицинской помощи переведены в то здание, в тот хор, в ту больницу, где эта медицинская помощь представлена. Поэтому ни одно медицинское учреждение закрываться в районе не будет, в том числе и амбулатория, про которую вы спрашиваете. Узкие специалисты безусловно будут работать в этой амбулатория, безусловно будут работать. Но у нас сейчас имеется серьезный кадровый дефицит и в том числе с узкими специалистами в целом по области. Вы знаете эту проблему. Это не только болезнь Щелковского района, это проблема и пятого округа. И в целом у нас серьезный дефицит врачей-педиатров, участковой службы. Есть дефицит безусловно и узких специалистов. Спасибо огромное администрации Щелковского района Алексея Васильевича о том, что в этом году выделено большое количество служебного жилья, что позволило привлечь в район много врачей. Мы постепенно решаем эту проблему, и снижаем очередность, и улучшаем кадровый потенциал. И тем более в связи с этим мы не будем сокращать никаких узких специалистов. Скорее всего, мы централизовав управление в одном едином мощном учреждении, организуем, как это было раньше, как это должно быть, выездную работу узких специалистов. Сейчас идет работа, вы знаете, в целом по области, по созданию клиникодиагностических центров, где аккумулируется диагностическое оборудование, лечебное оборудование. Вот по этому принципу пойдем сейчас к ним. И хочу до вас довести информацию, что кроме оптимизации мы нашей материально-технической базы в здании мы также проводим сейчас работу по улучшению обеспечения наших медицинских учреждений и оборудования. В этом году разыграны конкурсы, мы будем получать с вами компьютерный томокр 64 срезов, который уже отыгран, и он будет в Щелковском районе в ближайшее время, он прибудет в наше учреждение, будет установлен диагностическое оборудование, то есть будем улучшать и дооснащать все наши медицинские учреждения. Еще один вопрос, который задают, наверное, по лекарствам его задавали, можно ли получить препарат Зинхейл, Асмонекс, но это препараты импортные, я еще раз просто останавливаюсь, что Мамонем, у него международное непритетованное название, химическое формуло составляющее, вот этот препарат, он есть, заменители для него есть. Если необходимо выписывать импортный препарат, есть противопоказания, я просто акцентирую внимание, то в индивидуальном порядке, я почему прошу всех обращившись, потому что понимаю, что вопросы действительно узкие, требуют подхода индивидуально, подойти к себе, ко мне, вернее, после окончания встречи, мы обязательно отработаем, но это вопрос не системы. Вот есть тут еще Кепра спрашивает, можно ли получить, вот хочу обрадовать, мне сообщили, Кепра поступила на склады, и имеется даже сейчас в двух аптеках Щелковского района, поэтому телефоны Щелковского района, пожалуйста, кто не знает, ответственных за лекарственное обеспечение, 566-99-03, 566-99-03, и вы можете в управлении здравоохранения округа позвонить, наш телефон 495-582-6888, обязательно ответим на все вопросы, поможем, никого мы без лекарств не оставили, и не оставляем. Вообще, я хотел в продолжении мысли, уважаемые друзья, кто сейчас успел задать вопросы, мы наше мероприятие подводим к концу, но люди, которые выставили в ожидании очередь, просьба сейчас подойти к нашим уважаемым гостям, и в индивидуальном порядке, они готовы сейчас ответить на ваши вопросы. Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником, сейчас идет праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и также сегодня пять лет, как освящен Троицкий собор, и, конечно, в Троицком соборе приходится много людей принимать, приходят люди с разными проблемами, и раньше этих проблем было больше, а сейчас благодаря такому действию и администрации исполнительной и законодательной властей вопросы решаются быстрее, и, конечно, люди благодарят и за романтик, за то, что сейчас так доступно можно, и за те дороги, которые сделаны, и за то внимание, конечно, проблемы остаются, они всегда будут, и для этого мы все должны решать, чтобы эти вопросы люди назначаются, избираются, вы избираете депутату, который тоже помогает решать эти вопросы. Хочу с благодарностью отнестись ко всем ветвям властей и пожелать помощи Божьей, усердия, терпения населения, потому что люди и больные, и много послужившие на благо нашего народа, нашего района, они, конечно, заслуживают внимания, кто-то где-то их может быть не услышал, поэтому приятно, что власть слышит и выполняет поручения. Спасибо вам за все. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня в этот зал, задал свои вопросы, еще раз повторить то, что сказал Алексей Васильевич, я прошу тех, кто на чьи вопросы не успели ответить, остаться, и мы продолжим эту работу, чтобы всех уже не держать. Но самое главное, что есть вопросы частные, которые требуют решения, могут быть решены, они будут решены, об этом тоже Алексей Васильевич сегодня говорил. Есть вопросы системные, которые важны для нас, чтобы мы услышали то, что очень много вопросов, которые задают в других районах, в других городах, и что касается СНТ, лекарственного обеспечения, что касается вопросов, связанных с обеспечением дорожного движения. Вот здесь сидит Андрей Церне, руководитель МосАвтудор, он записывал, что касалось даров, которые будут ставиться в программу ремонта. Мы все программы ремонта будем также обсуждать с жителями, выносить их на рассмотрение общественных пола. И в том числе эти замечания, которые сегодня поступали, мы только записали и примем во внимание. Я хочу отдельно сказать, что кто-то в это не верит, но я вам говорю это с этой трибуны и готов показать свою почту. Губернатор лично расписывает электронные письма и знает обо всех тех требованиях и обо всех тех вопросах, которые поступают с земли. Все члены правительства получают эту информацию. Те вопросы, которые были сегодня озвучены, я доложил Андрею Юрьевичу и те решения, которые будут приняты по результатам нашего сегодняшнего обсуждения, они позволят эти вопросы решить. Я еще раз благодарю вас за активность, хочу сказать вам большое спасибо и не сомневаюсь, что усилиями Алексея Васильевича и его команды жизнь в Челковском районе станет лучше. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТОМ Как уже было сказано, кто же не успел задать вопрос, сейчас по вас здесь оставайтесь. Новые технологии выстроены. Все, они поняли, что надо платить в МОСОБУЛ РЦ и входить в карте. А в то же время они, быть прозрачными. не платят взносы, они говорят, если вы будете платить по другим квитанциям в теплосети, слесарей мы вам не дадим. класс по нон-технологиям. Они в стадии банкротства. Все деньги, которые вам заплатят, они не платят. Зачем они вообще тогда вступили в свое это... Мне вообще не платить, что ли, тебе? Не платите. А потом... Не платите, потом заплатите. Откладывайте денежки, когда разберемся, идем их в нормативы правовыми. Когда вы разберетесь? Ну, вот до конца года. Они теперь говорят, не обращайтесь к нам тогда. Все. Если вы будете другие квитанции, мы для вас не существуем. Тогда мы их вообще лицейки решили. Угрожают нам. Звонить на горячую линию. Такого-такого числа. Новые технологии. Угрожали мне, что они не будут высылать цесарей. Извините, пожалуйста. И они тут же у меня каждый день в 8 часов утра сидят на... Вам лично? В 8 часов утра они сидят у меня каждый раз на горячую линию. Если придет на горячую линию вопрос, поэтому я подниму, скажу, что... Так кто же тогда нам пришлет очередные квитанции? Сейчас от кого ждать? МОСОБЛ ЕИРЦ. Московский областной информационно-расчетный центр. А, ну это опять вот то же самое, который ошибки делал. Это, да. Программа зашла. Новые Екатеринбургские сбивки пошли. Начали сейчас корректировать. Виноват. Я сказал, что вы не знаете. Виноват. Вы-то при чем здесь? Я во всем виноват. Вы знаете. Правы все вы, а я виноват. Если что-то вот не выравниваем, значит, я... Значит, мы ждем квитанции. Другие. Вот три месяца. Три месяца потерпите. Через три месяца, значит, ситуация выравнется полностью. Будут квитанции корректные. Вы, соответственно, будете платить, они будут расщепляться. Спасибо. Опять же говорю, виноват. Ну так надо было сделать. Ну столько воровать. Миллиард украли. Ну мы-то просто в неведении. Люди бегают. Одни платят, вторые не платят. Здравствуйте. Все понятно. Я приходила на горячую линию и задавала такой вопрос. Значит, дать новые квитанции. Мы ходим в церковь и на кладбище в Жиганово. И там, когда расширяли дорогу московскую, вот эту вот, с такой сделали узкий тротуар с левой стороны, с левой стороны. Понятно. Ну, когда идешь в Жигановскую церковь. Пролезь сюда, пожалуйста. Ну и кладбище туда вот идешь. Там меньше метра. Меньше метра. И забор там был. И забор сломали. Там просто страшно ходить. Забежи проблему и выйдем обязательно туда. Пожалуйста, блин. Или здесь стой, тебя подойдут. У нас две альтернативы и РКЦ мы платим все время. МОЗ, ОБЛ и РЦ. Да, да. Так куда теперь нам платить? МОЗ, ОБЛ и РЦ. И все. Все. Альтернативы не надо. Альтернативы ничего не надо. Только МОЗ, ОБЛ и РЦ. А то у нас женщины все на ушах стоят и все. Снимите с ним. Слушай, все. МОЗ, ОБЛ и РЦ. Единый организм, который получает все платежи, расщепляет их и отдает альтернативе средствам содержания дома. Ровно столько, сколько он сможет получить их на это дело. Так надо. По-другому нельзя было. Они бы дальше воровали. Все тут все делали. Марсей Иванович. Парковая, 29. Город Щелково. Судьба дома. Полдома осилено. Полдома... Один подъезд уже 12 лет осилен. Все остальное рушит. Идея вас должна принимать Веста. На расселение. В марте месяце было сказано, что нас переселят. Потом мы решали вопрос, чтобы там надстроить, реконструировать. Не смогли сделать там, потому что основания не позволяют. Реконструкции там непонятно, там не позволят ничего. Но нам было сказано, что в четвертом квартале этого года было переселение. Сейчас тишина. Мы выходили туда, смотрели ваш угол, который... То есть нам надо ждать обрушения до конца или что? Нет. Конкретно. Место. Место. Да расселим. Елена Федоровна. Елена Федоровна. Я сейчас скажу, если вы прославление городского поселения о сносе, вчера переделали, вчера переподписывали, это я только, вы еще не подписали, чтобы включить программу района и включить переселение на 16-е годы. Это прославление у вас на подписи. Помню Веста. Веста там что-то не взяла, там кто-то другой сейчас... У меня парка 29 лет. Викострой. Да, Викострой. Перспектива частного сектора улицы Московской. Это наши ворота. О вашем желании. Да мы пожелаем. Вы встроите контакт со стройщиком и с ним разговариваете. Но у нас, как бы сейчас есть видение того, что мы им выделяем дополнительный участок, для того, чтобы они полностью построили школу в Жигаловском микроволюме, чтобы детки там в свою школу уходили. Они в этом году уже ее спроектируют и сейчас приступают за себя строить. А частный сектор это ворота города прежде всего. И ворота эти поставлены на костях бывшей деревни. Что делать? Вот что нам делать. Значит, наверное, было бы лучше снести, чем вот эти вот муки постоянные. Собак, кошек давят это мелочь. Людей обливают и прочее. Все. Я вам говорю, февраль-март приеду, соберу вас в частный сектор, сядем, редком поговорим, лотком. Где мы соберемся? Где? Это библиотека, 30 мест максимум. Где конкретно? Планирую на Жигаловске, на частный сектор, на март месяц, в обществе собрания владельцев частного влияет. Мы с ним поговорим и подумаем. Что идет дальше? Там там есть красивое жилье, а есть как бы средний уклад. Можно вписыванием, но, мы пригласим инвесторов, все вместе посидим, подумаем, что дальше делать. Да, пожалуйста. Уборота города, да, вы сами согласны. Я председатель совета ветеранов Жигаловского района, вот, поэтому меня легко и просто найти. Хорошо. И я всем сообщу. У нас не Воронок. У нас квартала с 10 домов двухэтажных состоит. Три выселены там полностью дома. Три полностью выселены дома, один постоянно поджигают. Там и наркоманы, там и пьянь, всякая собирается. Дальний Воронок, это было 6,55. Теперь Центральный 71 новый дом построили там. Я говорю, магазин Тикс, и старый вот это. Дальний Воронок, это 6,55. Ближний Воронок, наверное, тоже. Ближний Воронок тоже, вот именно на станции Воронок тоже 1,55. Вот у меня тоже вопрос двоих. Уни-Текст заходит, буквально январь-февраль заходит уни-Текст. Да? Я то, что рассказывал соцсетку, 55. Нет, я слушала. Сейчас у МНК, потом градусовет, соответственно, уходит на снос ветхого и строительство жилья. Понимаете, у нас еще в чем проблема? Будет реселяться дома, потом... Понятно, ну вот просто к вопросу о ветхом жилье. Ну, кольки на то, что... Я знаю, что у нас был застройщик Су-155. Да, да, да. Да, да. Можно мне задать ветхом жилье. Немножко надо потерпеть. Что-то будет нужно. Будет программа переселиться. Не потерпеть. Просто я инвалид первой группы, вы знаете, первый этаж. Я вас помню, но... Все алкашня... Чего только не вытворяют. Во-первых, там у нас детская площадка, дети гуляют, дом стоит весь забитый мусором, который выселит, но он горит. Рядом Дикси построен магазин. Да, ну, хоть приведите порядок. У нас там ни дворников, никого нету. Такой бардак, дети гуляют в грязи. Одна семья там не хотела выезжать. Сейчас разберем. Нет, вы просто ну, хоть на порядок приберете. Потому что там такая грязь, дети гуляют. Представляете, лазят в этом доме. Ковыряются. Не буду усиляться. Центрально.